Есть ли у чеченцев возможность менять свои имена, чтобы избавиться от окончаний ОВЕВ, и есть ли какие-то оптич-желтые штаны потихоньку вес набирает политические? Да, согласен, я думаю, это не очень нравится Кадырову, я думаю, это его беспокоит. Тумсо, ассанам алейкум, скажи пару слов про телегу на безопасность. Почему после митинга в Дагестане, который был против приезда иудеев, ты высказался в поддержку иудеев, объясни, если не сложно. Тумсо, ты согласен, что здравый национализм это хорошо? Да, если это именно не пагубное проявление национализма, которое порицается. Есть ли у чеченцев возможность менять свои имена, чтобы избавиться от окончаний ОВЕВ, и есть ли какие-то попытки у чеченцев за границей по изменению имен на традиционные? Здесь, за границей, это, ну, по крайней мере, в большинстве стран, о которых я знаю, это не проблема, и очень многие чеченцы уже это сделали, убрали. То есть в некоторых странах тебе дают просто убрать это окончание, как, например, в Бельгии. Если у тебя фамилия Абдурахманов, как у меня, будя резидентом Бельгии, мне бы без проблем дали бы укоротить фамилию, просто Абдурахман, я был бы Тумсо, Абдурахман. Например, в Швеции вообще не проблема, тут тебе и фамилию, и имя, и все, что угодно дадут поменять, как бы здесь более проще и в Швеции, и в Норвегии, и в скандинавских странах, насколько я знаю. Но, может быть, есть какие-то страны, как, например, Германия, Австрия, там, возможно, сложнее. Я не знаю, какова там с этим практика. Но, в целом, люди это используют, меняют. Даже в России, я знаю, есть прецеденты, когда меняли эти фамилии. Но, вот, сказать теперь, как это устроено в России, проблемно это или нет, я не могу, не знаю, не сталкиваюсь. Абди, желтые штаты, потихоньку вес набирает политический. Да, согласен, я думаю, это не очень нравится Кадырову, я думаю, это его беспокоит. И Кадыров вообще не это ожидал, на самом деле, когда отправлял Абди на передовую. Это было сделано в качестве наказания для Алаудинова. То есть, его, как бы, наказывая, чтобы он искупил свою вину перед Кадыровым, его отправили в эту зону СВО, так называемую. А он не только сумел там использовать это в свою пользу, он еще и такие набрал баллы, что сам Кадыров вынужден с ним считаться. Поэтому Кадырову, конечно, наверняка это не очень нравится. Но пока Абди всячески демонстрирует свою абсолютную лояльность Кадырову, но из истории мы знаем, что обычно тот, кто больше всего демонстрирует эту лояльность, он оказывается самым опасным для этого человека. Как, например, в случае с Казахстаном. Помните, инициатором переименования столицы Казахстана, Астаны, в Новосултан, был как раз действующий президент. Сейчас, сейчас действующий президент. И как только он пришел к власти, мы видим, что он сделал, он полностью отодвинул от власти Назарбаева и столицу переименовал обратно. Что нужно предпринять, чтобы ситуация, как с Ясиным Халидовым, не повторилась? Слушайте, это сложный вопрос. Если мы говорим о самом начале, то чтобы не повторилась ситуация с Ясиным Халидовым, нужно держаться подальше от возможности работать на эту власть. Но если ты уже находишься на этапе, что ты работал с ними, в какой-то момент понял, осознал, решил соскочить, тебя ищут. Если уже вот здесь ты находишься, то здесь самое важное, ни в коем случае не связываться с проходимцами наподобие, там, Янгулбаевых, которые ради, там, собственной выгоды готовы нарушить вообще всевозможные правила. Ни в коем случае не доверяться людям, которые могут тебя предать. Это первое правило. То есть тебе нужно сразу понять, кто для тебя надежный. Надежность это очень главное, самое ценное качество в людях. И вот это, ты должен сразу определить для себя круг надежных людей. Из числа твоих родных и близких, из числа правозащитников, каких-нибудь активистов, деятелей. То есть кто надежен, кто не предаст. Наша с вами репутация, она зависит от того, как мы... То есть каждый случай, каждый случай в твоей жизни, это твои очки в твою репутацию. Один раз достаточно тебе кого-то обмануть, кого-то предать, чтобы уже на всю оставшуюся жизнь эта твоя репутация была испорчена. Один раз не сдержать слово, данное того и кому-то. Один раз халатно отестись к вверенному тебе чему-то там. То есть это один раз тебе достаточно сделать. Ты можешь всю свою жизнь, 50 лет, например, ты был надежным, ты все там держал слово, не обманывал. Но вот в 50 лет ты взял обманул целенаправленно, ты не сдержал слово, ты кого-то предал, подставил. Вот все 50 лет твоей этой надежности коту под хвост. Все, ты это смыл. Дальше ты ненадежен. Поэтому вот этот момент очень важный. Надежность твоя, она должна быть и с твоими друзьями, братьями, и с твоими врагами. Даже наши враги должны знать, что если мы дали слово, мы его исполним, это слово, мы его сдержим. Даже враги наши должны быть в этом убеждены. И это вот поддержание этой твоей репутации, над этим нужно очень серьезно работать. На этом нужно воспитывать своих детей, свое окружение. Поэтому нужно посмотреть, кто является вот таковым. И такому человеку довериться. Дальше с ним уже в связке работать, пытаться как-то выйти из сложившейся ситуации. И самое важное во всем этом, это упование на Всевышнего Аллаха. Саламу алейкум. Скажи пару слов про телегу на безопасность. Да, есть, наверное, многие из вас читали, видели, что Чечня и еще какой-то регион, забыл, они официально конкурс на закупку этой системы Инсайдер сделали. А это система деанонимации пользователей Телеграм. Там огромная база, около 80 миллионов, по-моему, номеров телефонов, которые по ID человека можно сопоставить. И самое в этом печальное, это то, что там даже прошлые написанные тобой когда-то, твои комментарии, твои переписки, в общем, ко всему этому они могут, к сожалению, получить доступ. Поэтому это очень, конечно, плохая новость. Это делает Телеграм, делает его ненадежным, опасным. И последствия этого мы, я думаю, увидим позже. Пока говорить, какие-то панические настроения по этому поводу развивать, я думаю, рано. Но в целом я за этим наблюдаю, и я думаю, мы чуть позже узнаем. И будет эта система работать, не будет. Как она будет использоваться, мы увидим чуть позже. В общем, конечно, поздно об этом говорить. Если они там задним числом смогут поднимать данные, то тут уже никуда не денешься. Но, тем не менее, нынешние свои какие-то действия в Телеграме, их, конечно, нужно в любом случае с учетом этой новой информации, нужно корректировать. Почему после митинга в Дагестане, который был против приезда иудеев, ты высказался в поддержку иудеев, объясни, если не сложно. Я не высказывался никогда в поддержку иудеев. Почему я в целом осудил то, что происходило там? Потому что от этих действий не пострадал вообще ни один иудей, или еврей, или израильтянин. Как было заявлено, это была акция против израильтян. А пострадали от этого жители Дагестана, ближайших регионов. Пострадали мусульмане. И дело даже не в этом. То есть не из-за того, что в этом, если бы там пострадали бы ни в чем не повинные евреи, это не значит, что я был бы этому рад. Сама эта акция была абсолютной фикцией. Людей развели, обманули и создали этим людям огромные проблемы. И те, кто это сделал, сами остались в полной безопасности. И продолжаются попытки дальше создавать людям проблемы. А у огромного количества обычных людей, мусульман, в подавляющем большинстве, появились проблемы. У кого-то просто это была проблема с тем, чтобы прилететь, добраться до дома. А для кого-то это уголовные дела и огромные тяжелые последствия. Поэтому в целом против этой акции я, конечно же, высказался с осуждением. А поддержка иудеев, это сама постановка, она является очень лживой. Поддержка иудеев, это если ты поддержал Израиль против Палестины. Вот это будет поддержка иудеев, это будет поддержка сионистов. А если ты конкретную какую-то акцию, абсолютно вживую, которая изначально была лживая, если ты говоришь, что, ребята, так не делается, это неправильно, называть это поддержкой иудеев, это просто подмена понятий и попытка таким образом изменить суть того, что происходило. Тумсот, ты согласен, что здравый национализм это хорошо? Да, если это именно не пагубное проявление национализма, которое порицается. Если это любовь к своему народу, к своим традициям, обычаям, попытка сохранения своего языка. То есть если такие моменты, то да, конечно, я с этим согласен. Субтитры создавал DimaTorzok